В середине мая в Одинцовском округе завершился отопительный сезон. Для представителей коммунальной сферы это не повод расслабиться, а начало горячей поры, подготовки к новому отопительному сезону. Из каких этапов состоят подготовительные работы, об этом и не только мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, в эфире ОТВ программа специальное интервью, меня зовут Евгения Августина. В нашей студии начальник управления по теплостабжению, а у Одинцовской теплосети Александр Иванович Голубев. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. В середине мая мы выяснили, отопительный сезон завершился, а когда начинается подготовка к новому отопительному сезону? Тогда же? Или есть какая-то минута передышки? Значит, обычно отопительный сезон у нас планово заканчивается 30 апреля. Но вот уже несколько последних лет он продляется еще на дней на 10, на 2 недели. В прошлом году продлялся по причине похолодания в мае, ну и из-за пандемии. Потому что было такое решение. Люди сидели дома. Почти весь июнь мы подтапливали. В этом году распоряжением губернатора и распоряжением главы нашего городского округа отопительный сезон закончился 11 мая. Ну, в майские праздники были периоды похолодания. Майские, первомайские, 9 мая. И когда стабилизировалась температура, средняя температура выше 8 градусов, принято было решение окончить отопительный сезон. В этом году он закончился 11 мая. И официально, буквально с 12 мая началась официальная подготовка к отопительному сезону. Практическая. Но. В апреле месяце были выпущены распоряжения по области руководителя правительства и по городскому округу главы городского округа. Постановление об итогах отопительного сезона за прошедший сезон и о задачах по подготовке к отопительному сезону 21-22 годов. По нашему акционерному обществу был издан также приказ генерального директора. То же самое об итогах прошедшего отопительного сезона и о задачах по подготовке к новому отопительному сезону. Это как бы официальные документы. Кроме того, еще в марте-апреле сформировался план, производственная программа по проведению различных, прежде всего технических мероприятий, по подготовке к отопительному сезону всего хозяйства. Это, прежде всего, теплогенерирующие установки. Мы их называем котельные. Котельные – тепловые станции. Вместе с ними – это, конечно, тепловые сети и передаточные станции, так называемые тепловые пункты. Кроме этого, готовится отопительная система отопления и горячего удостоверения, вентиляции. Это на жилых домах, объектах социального назначения, объектах медицины, образования, культуры, ну и, естественно, различных офисных и других помещений. Со всех объектов все эти планы верстаются в единую производственную программу по подготовке к отопительному сезону городского округа. Вот на основании этой программы и производится работа. Работа всех звеньев цепочки этой, начиная от жилого дома и заканчивая тепловой станцией. Поэтому подготовительная работа была еще начата до окончания отопительного сезона. Закупка материалов, техники, оборудования – это все торги, так называемые, на оборудование. Это все было подготовлено еще с конца прошлого года и проведено это было до мая этого года. А вот, скажем так, практическая часть подготовки начинается, вот, наверное, конец мая, начало июня. И с чего она начинается? Вот мы недавно узнали про гидравлические испытания сетей. Ну, наверняка, это единственный этап подготовки. Расскажите подробнее, пожалуйста. Практическая подготовка, опять же, по звеньям, она в разные периоды. Если брать генерирующие станции, это котельные и наши тепловые станции, то основная работа, которая связана с обязательной остановкой на две недели, она производится по графику, который составляется нами, согласовывается нашими городскими властями, в частности, управлением ЖКХ городского округа. И эти графики передаются в область, и они являются для нас законом. Это все выносится на средства массовой информации для оповещения населения. Это вот те самые две недели, когда люди будут без горячего водоснабжения. Да, 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 да. Это вот те самые две недели. За этот период двухнедельный я не буду рассказывать все, но основные мероприятия – это наиловнейшие работы, которые связаны обязательно с остановкой. Это проверка, естественно, основного теплоэнергетического оборудования, проверка газового хозяйства, так как основной вид топлива – это газ. Если не газ, а твердое топливо, уголь, в частности, в районе есть котельные такие, или дизельное топливо, жидко-дизельное топливо, ну, где-то мазут, топливное хозяйство. Естественно, все электрическое хозяйство. Естественно, проверяются, ремонтируются, чистятся. Это все дымоотводящие устройства. Это дымоходы, газоходы, дымовая труба. Это я назвал основные мероприятия, чтобы далее объяснить, для чего нам нужна остановка. Да, мы для этого и собрались, потому что, на самом деле, все знают эти две недели – голову мыть в тазике. А вот зачем? Конечно, это нужно знать. Это как раз две недели для основных мероприятий, без которых нельзя провести работу без остановки. Ну, все понимают, электрохозяйство полностью на весь объект, газовое хозяйство полностью, ну, и другие такие основные мероприятия. Но две недели – это не 100% наших работ. Эта работа проводится у нас в соответствии с так называемым ППР, графиком планового предупредительного ремонта. Она проводится у нас круглогодично. Вообще все работы по подготовке должны закончиться до 15 сентября. И после 15 сентября проводятся так называемые пробные отопки. Это контрольные отопки. Иногда это путают с чем. Вот вроде отчитались, провели пробные отопки, а у меня в квартире я не почувствовал тепла. Хладновато что-то. Ну, не почувствовал тепла. Это не говорит о том, что мы должны прогреть каждый стояк, каждую батарею, ну, каждую квартиру и так далее. Пробные отопки проводятся для того, чтобы определить готовность основного оборудования. Это вот котельные, тепловые сети, тепловые пункты. Вплоть до ввода в дом. И на этом заканчивается. Но чаще всего пробные отопки у нас совпадают с пуском отопления заранее в связи с похолоданием. Это на медицинские лечебные учреждения. Это на больнице, естественно, там на поликлинике. Школы, детские сады, наверное. Детские сады и потом школы. Школы в последнюю очередь. И это как раз связано с тем периодом, конец сентября, вторая половина сентября, когда нужно проводить пробные отопки. То есть пробная отопка проведена, подготовка к отопителям и сезону на этом завершена. Все прошло успешно. Да, да, да. Мы считаем, что прошло. А уже отладка, наладка каждого дома, каждого стояка, так называемого, с первого до последнего, каждой квартиры. Это происходит уже в октябре в процессе отопительного сезона. Начало отопительного сезона. Когда температура позволяет, и если из трех комнат где-то на кухне один стояк не дотапливается, ну, это не проблема, это можно в первых числах октября подрегулировать. Это так называемая уже идет тонкая наладка. А сейчас какие работы в округе проходят? По теплоэнергетическому хозяйству и по тепловым сетям, по теплостанциям и по системе отопления каждого дома начинается это прежде всего с гидравлического испытания. Это испытывается вся система на повышенное давление. Ну, норматив – это рабочее давление плюс 25%. Легкое движение руки и гидравлические испытания трубопровода отопления стартовали. Все внимание специалистов приковано к насосу и манометру. В данный момент мы подключили насос для гидравлических испытаний, который нагнетает избыточное давление в трубопроводы. На данный трубопровод идет подача, соответственно, и обратный трубопровод в котельную. Здесь мы видим манометр, по которому мы контролируем именно испытуемое давление, которое нагнетаем. Это давление у нас составляет 10 кг на сантиметр квадратный. Задача на сегодня – проверить прочность и плотность трубопровода котельной Воденцова-1. Объект новый, полностью автоматизирован, но оценить его состояние могут только специалисты. Мы накачали 10 кг на сантиметр квадратный, и мы ждем 10 минут, соответственно, что полагает правилам тепловых энергоустановок, 10 минут выдержать под этим давлением. Если 10 минут выдержало под этим давлением, значит испытания успешные. Подготовка к отопительному сезону в Воденцовском округе. В разгаре гидравлические испытания – ее обязательная часть. Они пройдут во всех котельных муниципалитета по заранее утвержденному графику. Он совпадает с отключением горячей воды в жилых домах. Также дополнительно будет сделан комплекс мер по подготовке именно котлов, оборудования, заменена запорная арматура, заменены датчики, контрольные приборы, чистка необходимого оборудования, ремонт газового оборудования. Все это делается в промежуток именно 2 недели, с остановом для того, чтобы подготовить полностью котельную. Если в ходе испытаний будут выявлены проблемы, специалисты приступят к их устранению. На это у них будет 2 недели. Все котельные муниципалитета по плану будут готовы к отопительному сезону в начале сентября. После гидравлических испытаний производится промывка всей системы от грязи. Промывка проводится гидравлической водой. А раз в 3 года заставляем промывать еще вместе с воздухом, для того, чтобы поднять всю грязь, которая села там, как бы затвердела. Такая более капитальная очистка. Да, более капитальная очистка. И после этого производится уже текущий ремонт. Это выявившися недостатков в течение этого 5 сезона. Замена запорной арматуры, краники, вентиля, задвижки различные. Прочистка на узлах ввода грязевиков. От грязи они тоже, грязь накопилась. Замена и поверка контрольно-изберительных приборов, манометров, термометров. Замена и поверка приборов учета тепловой энергии. Ну, вот такая тонкая работа. В котельных производится работа по ремонту оборудования, находящегося в резерве. Так как через 2 недели нужно запустить горячую воду. Основное оборудование запускается, горячая вода подается. Это основное оборудование. А резервное, оно по графику приводится в порядок. Там целый большой цикл мероприятий. Если говорить по кадрам, в этот же период производится повторное обучение и аттестация кадров. Вот, в частности, наши все объекты, которые вырабатывают тепловую энергию с высокой температурой выше 100 градусов и с давлением пара выше 0,7 атмосфер, да тем более использующее топливо, природный газ, они считаются опасными производственными объектами. Эти опасные производственные объекты страхуются в соответствии с законом, страхуются и регистрируются в российском государственном техническом надзоре. Кроме нас надзирают эти объекты еще соответствующие органы. Это региональные и федерального значения, чтобы в течение лета каждый объект прошел ближе к началу отопительного сезона контрольную надзорную проверку. Александр Иванович, а когда отопительный сезон в Одинцовском округе начнется? Вот мы примерно к середине сентября пробные топки. Начало отопительного сезона – это определенные температурные условия, правильно я понимаю? Да, отопительный сезон плановый вот в нашей зоне, это вот Московская область, центральная зона, он договорной с 1 октября по 30 апреля, это договорной. Но чаще всего отопительный сезон начинается где-то в 20-х числах сентября, потому что возникает похолодание, и область принимает решение, и городские округа принимают решение. Это вот где-то 20-е, 22-е, там 24-25 число, вот примерно так. И как я сказал, он должен быть закончится 30 апреля, заканчиваться обычно после 9 мая. Какие крупные, вот здесь есть вопрос, какие крупные мероприятия проводятся в этот сезон? Ну, в частности, по теплоэнергетическому оборудованию обязательно, кроме гидравлических испытаний, хотя сказать, для чего предназначены гидравлические испытания, по крайней мере, в котельных и на тепловых сетях, особенно на тепловых сетях. Они у нас в основном подземные прокладки, для того, чтобы повышенным давлением испытать на прочность трубопроводы и даже разорвать их, разорвать летом. Чтобы вовремя заменить. Да, разорвать летом, локально залатать, локально заменить или капитально переложить. Капитальные перекладки, когда более 100 метров и до километров, это работы плановые, они у нас планируются еще заранее. То есть, сейчас 2021 год, это все планировалось в 2020 году на основании предыдущих гидравлических испытаний и на основании результатов так называемой диагностики. У нас есть приборный метод определения состояния подземных тепловых сетей трубопроводов, их ветхости, их работоспособности. Там три таких критерия. Это критическое, докритическое и нормальное. Когда докритическое, нас это настораживает. То есть на карандаш берете? Да, на карандаш. А когда производятся гидравлические испытания, то явно это место порвется. Иногда прибор показывает воду критическое, а он ничего и выдержит. От прибора все-таки тоже могут ошибаться. Поэтому большие капитальные работы – это по локальному и капитальному ремонту тепловых сетей. Поэтому население видит, что копают теплотрассы, иногда вскрывают и проезжую часть частично. Но если это связано с такими, как Можайское шоссе, как другие федеральные трассы, там все это производится работой или новым проколом, или используя старые проколы. А внутри микрорайонов разрушаются пешеходные дорожки, устанавливаются временно различные переходы, мостки и так далее. Поэтому жителям неудобства. Ну, надо на это… Ну, надо немножко потерпеть, зато зимой будет тепло и комфортно. После проведения вот таких работ, в том числе и земляных, у нас на предприятии есть вакцинированном обществе служба благоустройства, которое дает отстояться грунту, если это проезжая часть, дает отстояться песчаному, гравийному покрытию, после этого асфальтируется. Конечно, проходит определенное время. Но проезды чаще всего мы своевременно открываем. Если это связано со спортивными площадками, с детскими площадками, то демонтируем аккуратно, а потом вновь монтируем. И если надо, не если надо, восстанавливаем газоны и кое-где искусственное покрытие и так далее. Это наша обязанность, это входит в наши расходы, в наш бюджет. Поэтому здесь жители правы, мы обязаны все восстановить. Спасибо большое, Александр Иванович, что пришли к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.